Ну, конечно. Но понимаете, в чем дело? Мы не можем одновременно успеть все сделать за весь мир. У нас вот сколько людей к нам потянулось, мы работаем. Сколько у нас есть источников, средств, мы их по максимуму используем для проекта. Я и нуждал, говорю, присоединен, пока ментально присоединен. Естественно, дальше будет. Я пока не буду загадывать. Все, прослушили. Я буду маленько отдохнуть. Короче, сейчас пока не важно. Хорошо, такой вопрос опять же в философии обращаю. То есть у нас фундамент философии. То есть у нас, допустим, есть, допустим, надо от чего-то отталкиваться. То есть у нас философия, это, грубо говоря, как объяснить? Это здравый слыск. То есть мы когда можем логически рассуждать, объясните мне, что такое философия, тогда я не могу понять. Ну, у нас, грубо говоря, философия, это вот первая наука, от которой, ну, как ствол дерева, от которого расходились ветви в форме физики, химии, биологии. Я предлагаю к этому относиться проще. Мы берем законы логики, грамотного мышления и дальше пока нет этого ствола. Просто работаем с законами логики. Пусть это будет пока база всей философии. А дальше это надо привести именно к стройному материалу. Мы будем делать, потому что это важно. Это касается наших детей. Если это не делать, это, ну, вымывай, и все. И это страшно, там не надо делать. Так, сейчас пока до того, как смотрел картины, как раз вы сейчас были, ну, смотрел видео, делаю там про картины, с человеком, грубо говоря, общаетесь. И хотел бы задать, как вы читаете картины. Я просто сам, грубо говоря, не творческий человек. Ну, мне в основном больше математика нравится. Ну, как вы читаете картины, как вообще понятие произведения, это произведение, написанное, грубо говоря, я не знаю, как его оценить. Вот здесь и не надо оценивать. Здесь такого понимания, что в картине будет зашифровано тут, а тут, а тут, а тут, а это все можно прочитать. Нет, этого нет. В реальности. Это... Мы считываем, получается, информацию, только человек, которого хотел передать. Я так понимаю. Большинство художников рисуют наугад, что попало, и потом уже искусствоведы накидывают туда каких-то смыслов. Тут по моей картине был размещен в интернете обзор на много страниц с содержанием всех смыслов. В общем, была... Какая картина? Мальчик на петухе. Это было очень... А это где Кремль еще дать? Да, Кремль еще сзади получается. По-моему, без крена. Просто мальчик на петухе есть картина. Ну, может, это на нем, может, у него кто-то... Держит Луну, кажется. Месяц держит. Ну, очень был забавный обзор на несколько страниц, и о чем думал художник, было интересно почитать. К реальности, конечно, это не имело отношения. Ну, вот этот текст прям содержат. Я на странице ВКонтакте, по-моему, опубликовал. А на этот счет однажды я посещал в 90-е выставку одного художника, и у него журналист брал интервью. И это вот сейчас вкратце можно этим рассказом передать всю интеллектуальную, все интеллектуальное насыщение большинства творческих посылов. А что у вас изображено на этой картине? Понимаете, я слушаю тяжелый рок, вдохновляюсь музыкой. И вот это вызвало у меня вот такие ассоциации, я написал эту картину. А на следующей картине, вот на этой картине, вы знаете, есть тяжелый рок, я его слушаю. Это вызывает у меня ассоциации. А на следующей картине, и так далее, и так по кругу. В конце концов, его спрашивают, что-то типа из разряда, а сколько время? А он, знаете, я слушаю тяжелый рок. Вот примерно вот по кругу. Никакого в большинстве случаев интеллектуального содержания за этим нет. Ну вот я много лет общаюсь среди художников, знаю, что у наших ребят в голове, на эти темы беседовали неоднократно. Ну, забавляемся, смеемся. Ну, вот она такая изнутри ситуация. А вообще, можно вопрос задам, просто я не в теме, не в этом. Вот и художество, это же, что человек передает, эмоции передает, либо видение, либо что передает в картинах человек, когда рисует картину. Да? Что он хочет. Что угодно. Ну, вот по классике, как бы, есть база, не важно, что ты рисуешь, важно как. Это концепция, с которой согласилось большинство художников. И есть, как бы, откладение. А? И этой концепцией сейчас продерживаются все художники? Не все, большинство. Большинство художников старой школы. И есть, ну, такие, всегда были хулиганы, их можно назвать современные хулиганы. Они пошли другим путем. Важно, что ты изображаешь, и пытаются вкладывать интеллектуальный смысл во все. Ну, вот есть группа художников. Это, в принципе, началось с Сервадор, Далей пытался какие-то смыслы, там, ассоциативные ряды вкладывать, да? Сейчас у нас по Питеру Леша Кудилин, известный как Вася Ложкин, который, там, вот этих котят рисует, и, там, тексты приписывает, плакаты, да? Это попытка, очень успешные, кстати, попытки создать изобразительный ряд не созерцательного плана, а с повышенной смысловой нагрузкой. Ну, да, вот это уже ближе. Была идея, и человек ее, человек реакционирует идеи, и их в изобразительный ряд включает. Вот. Я в своей творчестве тоже, как бы, придерживаюсь тактики психологический лабиринт. Это когда идешь по выставке, ну, в качестве примера расскажу. О, видишь, о, эта картина так, цветовое пятно интересное. О, эта картина, цветовое пятно, там, решение, там, что-то так-то показалось. Ты это увидел? Оно, какие-то работы тебя заставляют задуматься, что-то увидеть. А потом ты, бац, увидел, и ты такой, бац, а это что такое? Там, какой-то смысл, возможно, есть. Я такой, раз, постоял, постоял, а, наверное, нет смысла. И пошел дальше. Вот. А когда человек останавливается, вот есть этот момент, если он видит какой-то смысл, и если его поддержать в этот момент, не дать ему возможности потерять этот смысл, получится психологический лабиринт, когда человек ищет смысл в картине, не может найти, она не становится ему совсем понятна, но не теряет надежду. И он, у меня на выставке, вот когда я проводил выставки, там были, искусствовед сказал, у вас на выставке аккуратно расставленные люди. Они стоят и зависли возле картин. Потому что там есть сюжет, там в нем что-то есть, человек пытается найти это, понять, и там делаешь такую вилочку, что как бы можно так понять, можно и так понять. И это производит, ну, максимальный изобразительный эффект, интеллектуальный эффект на зрителя. Ну, это круто, нет, я картины, ну, то, что выложил на тренинге, посмотрел, это очень крутые картины, ну, как, крутые, я не знаю, я выйти не могу оценить, я смысла не понимаю, мне нравится, как выглядит, привлекает внимание, либо не привлекает внимание. И дальше, если привлекает внимание, а что я вижу там, допустим, в картине и так далее, там, других у меня, короче, ну, я не художник, я не... Понятно, да это и не нужное требование. Ну, вот дальше тогда, вот, можно вопрос про внимание, и вообще про психологию внимания, вот у нас есть внимание. Как правильно с ним работать, и что это такое во суде? Я пока не нашел определение, что такое вообще внимание. Если не можете найти определение, заходите на словари на Академике, открываете, вбиваете, внимание, словари на Академике. Вам вылезет... Словари. Вам вылезет 10 вариантов трактовки, что такое внимание. Вы все 10 прочитайте, пробегите глазами и поймете, какой из них корректен в большинстве случаев, вам станет понятно. Вот это вот. То есть, выбирать, да, получается? Да, потому что с определениями терминов, ну, прям засада. Столько переврали, и за последние, там, 40-50 лет так изуродовали значение термина, что там действительно надо коверяться. У нас зависит все, у нас, ну, вообще, от слов зависит вообще наше понимание, вообще, как мы в жизни живем. Если мы не понимаем слов, ну, как, даже, или неправильно мы не понимаем, то есть, у нас некорректное вообще, получается, ну, взявление к жизни, это же, ну, не всего. Ну, да. Все это происходит. Ну, блин, нет, не знаю, что-то. Вы из каких краев? Вы из каких краев? Вы из Новосибирска, конечно. А, с Новосибирска, да. Был в Новосибирске в этом году месяца, два назад. Да, ничего, ну, у меня вообще первая задача, какая цель, которая сейчас будет, это, естественно, посвящение вас, потому что, ну, я сейчас не буду голословно говорить, первое, что, естественно, все, сейчас делаю проекты, ну, я уже говорил, просто сейчас только на этапе, я хотел бы вообще, а, поделиться, на самом деле, и узнать у вас. Смотрите, какая ситуация. Сейчас делаю, есть, грубо говоря, партнерская программа, то есть математическая модель.